20 лет назад в Архангельской области появились первые ТОСы, а наш регион стал одним из первых, где инициативные люди, сплоченные общей идеей, начали объединяться и при поддержке властей воплощать свои проекты в жизнь. Итоги работы за минувшие два десятка лет и планы на будущее архангельские общественники вместе с коллегами из других регионов обсудили на фестивале ТОСы-Поморья. Он прошел в минувшие выходные в Кинозерия. Олеся Кокина продолжит. Больше 70 человек из семи регионов страны с активной жизненной позицией. Они строят детские площадки, ремонтируют дороги, восстанавливают храмы и проводят праздники. Словом, делают все, чтобы территория, где они живут, преображалась. В Архангельской области свыше тысячи ТОСов и 766 из них на селе. Фестивальная площадка позволяет обмениваться опытом. Во-первых, возможность понять механизмы развития территориального общественного управления в других субъектах Российской Федерации. Они везде разные. Выработали какую-то единую повестку, в том числе на федеральном уровне, для того, чтобы можно было донести свою общую позицию до федерального центра. Упор в деловой программе фестиваля на развитие села и туристические проекты ТОС. Кинозерский национальный парк, кстати, в этом году выпустил целое пособие по сельскому туризму. В год парк посещает больше 16 тысяч гостей. В тур по Плесецкому сектору парка отправились и участники фестиваля, а заодно заглянули в гости к Нине Васильевне Федотовой. Именно ТОСовцы помогли ей реализовать свой проект. Женщина знакомит гостей парка с уникальными особенностями поморской кухни. Наливая гостям чай из самовара, Нина Васильевна признается, что волновалась страшно. Я-то ведь с калитками, с наливушками, с шаньгами, а там-то надо финансовую часть. Ну хорошо, вот опять-таки Максим и девочки, которые в этом понимали. И уже Максим мне помогал представлять мой проект по ходу, пресс-защиту и защиту. И в результате я выиграла проект. Сообща, ТОСовцы не только помогают другим реализовать свои проекты, но и готовятся к праздникам и мероприятиям. К примеру, гости из Краснодарского края уже больше двух лет регулярно общаются с поморскими общественниками. У нас проводятся ежемесячно видеомосты с ТОСами Верхнадельской области, где мы можем обмениваться опытом, общаться. И, как я уже ранее говорила, мы даже уже друг другу начали высылать посылки. Такие, знаете, добрые, добрососедские, с каким-то определенным, как говорится, колоритом. Добрососедство – отдельная тема на повестке, особенно актуальная для городских жителей. Хорошие отношения с соседей, уверен Сергей Кузнецов, могут принести пользу всему дому. От решения коммунальных вопросов до оповещения в случае чрезвычайных ситуаций. Для того, чтобы объединить, надо поставить общую цель и улыбнуться друг другу. Начать делать подобного, начать шаги. Потому что любой человек заинтересуется, и любой человек сделает шаг вперед, и любой человек примет участие, как только он увидит пользу для себя. Польза от обмена опытом на межрегиональных встречах налицо. Рекомендации, собранные общенациональной ассоциацией ТОС, уже вылились в профильный законопроект, который в ближайшее время поступит на рассмотрение в Государственную Думу. Аляси Кокина, Евгений Зыков, Регион 29. Аляси Кокина, Евгений Зыков, Регион 29.